Парис Леонидович, в чем преимущество малых АЭС от традиционных и в каком направлении лучше развиваться, допустим, Казахстану, так же, как Узбекистан, развивая и малые АЭС, и традиционные АЭС? Ну, как развиваться Казахстану, решает Казахстан. Начнем, наверное, с самого очевидного. Подход Узбекистана, на мой взгляд, с профессиональной точки зрения, с точки зрения электроэнергетики, максимально, наверное, сейчас оптимальный. Идет одновременно на строительство не только зеленой генерации. Понятно, что с учетом качества и количества инсоляции в Узбекистане это оптимально солнечные панели. Но одновременно проектируются и строятся газовые электростанции, независящие от погоды, климатически, так скажем, устойчивые. Принято решение о строительстве атомной станции, и идет большой объем проектирования гидроаккумулирующих электростанций. То есть мы не видим какого-то тотального превосходства одного вида генерации. Развиваются одновременно все, и это, на мой взгляд, самый оптимальный подход. И я буду только рад, если остальные страны задумываются о том, как правильно это делать. Ведь помимо строительства атомной электростанции, осенью было принято решение о строительстве там же, в Ждозакской области, парогазовой электростанции. И сейчас подписано соглашение с Росгидро о проектировании гидроаккумулирующей электростанции. Это оптимальный вариант, который позволяет удерживать баланс в абсолютно стабильном состоянии. И с учетом тех мощностей, на которые проектируется гидроаккумулирующая электростанция, не менее 50% ее будущей мощности позволяет интегрировать до 1,5 гигаватт солнечной электростанции там же, в Ждозакской области. Мне кажется, что вот такой подход, он и для России полезен изучить этот опыт, и уж тем более для Казахстана. Какое решение будет принято на референдуме в Казахстане, когда референдум будет проведен, здесь от нас ничего не зависит, можем только наблюдать. Если мой сугубо личный эмоциональный вопрос, то Казахстан, являясь десятки лет безусловным лидером по объемам добычи урана и не имеющий собственной атомной электростанции, ну, у меня вызывает удивление, конечно. И мне кажется, если говорить о большой энергосистеме, объединенной водно-энергетической системы Центральной Азии, с возвращением в ее состав Таджикистана, ее можно считать полностью восстановленной, если не считать Туркменистаном, но тут уж суверенное решение Туркменистана такое, какое оно есть. С учетом особенностей энергетической системы Казахстана, Казахстану, конечно, выгоднее строить все-таки большую атомную электростанцию, я имею в виду проблему связанности северного региона энергосистемы Казахстана и южного. То расположение, которое предполагается на Балхаж, позволяет сделать эту связь стабильной, а это достаточно важно. Мы, к сожалению, не так давно наблюдали, когда авария на одной из тепловых электростанций в Узбекистане привела к частичному блокауту в Казахстане. Такая связанность необходима, тем более, что действительно и собственная инженерная научная школа в Казахстане в полном порядке, формирование государственного регулятора национального законодательства, отвечающего требованиям договора о нераспространении ядерного оружия, в полном порядке. Если подходить в таком режиме, как это делает Узбекистан, первый зарубежный филиал Московского инженерно-физического института, ведущего ядерного узла России, открыт именно в Узбекистане. То есть подготовка своих специалистов в Узбекистане идет неторопливо, спокойно, в плановом режиме. Первые бакалавры уже есть, и теперь они уже могут, начиная, видимо, через какое-то время выйдут на работу на строительство атомной электростанции, то есть будут знать ее изначально. Такой же подход вполне возможен для Казахстана, тем более, что у Казахстана есть еще и опыт производства ядерного топлива, вполне успешный, немножко другой дизайн, если будет принято решение в пользу выбор, в пользу российских атомных технологий. Ну, для ваших специалистов освоить выпуск еще одного вида топлива для самих себя, ну, мне кажется, не самая большая проблема. Так что, на мой взгляд, конечно, решение у Казахстана, за Казахстаном вашу судьбу определяет только вы, но мне кажется, что вот тот опыт, который сейчас набирает Узбекистан, очень полезен. Внимательно следите за тем, как и что будет происходить. Еще такое небольшое уточнение, то, что я изначально сказал, а вообще в чем преимущество малых АЭС от традиционных? Ну, что касается самих установок RITM-200N, они позволяют маневрировать мощностью. При снижении мощности реактора до 30% хватает энергии для охлаждения. Здесь все в полном порядке. Это немного быстрее, это немного дешевле. Мы видим, что в контракте не присутствует межправительственный кредит. Узбекистан успешно справляется с собственными средствами. Сборка происходит в заводских условиях. Реактор RITM-200N, он интегрированный. Его вполне уверенно можно перевозить железной дорогой, что, в общем-то, тоже удобно. То есть идет подготовка одной площадки и по этапам, вот как в договоре предусмотрено, по два реактора в год, по двери реактора установки в год будут доставляться и включаться в общую сеть. Для Джезакской области это значит, что не будет перегрузки на развитие сетевого хозяйства. Все-таки объект генерации, если мы говорим о двух реакторах RITM-200N, 2400 мегаватт, это много. Здесь поэтапно по 55 мегаватт. Уверенный темп. С учетом тех отношений, которые есть между Росатомом и Узатомом, у меня нет сомнений, что узбекские специалисты проверят, как идет производство всего оборудования, его комплектование. Узбекистане, маршруты известны, куда ездить, с кем общаться, тоже известно. Тем более, что специалисты из Узбекистана самым тщательным образом проверяли, как идет строительство и эксплуатация RITM-200 в Нововоронеже и на Ленинградской атомной электростанции. Так что здесь, я думаю, проблем не предвидится. И если говорить о том подходе к развитию собственной экономики, который в Узбекистане в последние годы сложился, я уверен, что те месторождения урана, которые уже разведаны, но еще не разрабатываются, будут разрабатываться в пользу самого Узбекистана. То есть тот уран, который будет добываться там, будет превращаться в ядерное топливо, которое будет работать в самом Узбекистане. Ну и, на мой взгляд, немаловажно то, что появится в любом случае пул компании, которая занимается реализацией вот этого проекта. Я очень надеюсь, что заказов подобного рода будет больше, и эта команда будет работать. То, что Росатом никогда не отказывается работать совместно, мы видим на примере той же Белоруссии, компании, которые были задействованы при строительстве белорусской атомной электростанции, сейчас работают в Бангладеш, работают в Египте, вышли на площадку в Венгрии. Думаю, что такой опыт только приносит пользу. Да, спасибо. Следующее слово я хотел бы адресовать Ирине Лошкаровне. На ваш взгляд, может быть, Казахстан действительно тоже стоит пойти по пути Узбекистана и вначале построить малый С, потому что на строительство большого С нужно очень много и времени, и средств, и так далее. Как вы считаете? Я бы хотела поддержать своего российского коллегу в данном вопросе. Почему? Потому что он очень хорошо объяснил, что потенциальное строительство новой ядерной мощности, атомной мощности именно на Балхаше очень хорошо вписывается в общую энергосистему. Только будет поддерживать энергосистему Юг-Север-Юг, которое очень связано с Россией. И если мы хотим уменьшить дефицит электроэнергии, который у нас планируется буквально в ближайшие годы, и избежать вот этих всяких блокад и так далее, то, конечно, надо строить большую станцию. Если мы хотим научиться, ну, как раньше говорят, на куколках поучиться, то вот на куколках поучиться можно на малых энергоблоках. То есть они, как сказать, вписываются, можно, допустим, малый энергоблок, малые станции построить, допустим, на западе Казахстана, что когда-то планировалось. Это замещение реактора Бен-350 на городе Актау в Казахстанской области. Это было бы очень хорошо использовать, допустим, площадку, данную площадку, инфраструктуру, чтобы там построить, допустим, два блока, или четыре блока, вот по 55 мегалат. Вот это, вот, это мое вот такое мнение, я не знаю, в общем, как сказать. Ну, в общем, я за то, чтобы все-таки начать строительство большого реактора, то есть большой атомной станции на базе ВВР-1200. Именно потому, что у нас имеется энергодефицит, и его надо чем-то ликвидировать. И такой еще один небольшой уточняющий вопрос. Вот в связи с тем, что в Узбекистане малый АЭС и большой традиционный АЭС будет строить Росатом, означает ли это, что Казахстан тоже будет вынужден строить совместно с Росатомом, потому что, ну, как сказать, единое энергетическое кольцо и так далее. Ну, это такой очень, как сказать, провокационный вопрос. Что такое вынужден? Вот вы же знаете, наверное, везде пишется, что у нас вот сейчас есть четыре потенциальных вендора. Это Россия, Франция, Китай и Корея. Да? Вот в зависимости от того, какие условия будут предложены, как будет подписан этот контракт на строительство, допустим, я говорю о большой станции. Сейчас, вот, наверное, этим будет определяться, какой вендор он будет выбран. Ну, во-первых, как сказать, ну, опять на мой же взгляд, конечно, почти теми Российской Федерации. Почему? Потому что, ну, я вот как занимающий человек очень давно регуляторной базой, разработкой и совершенствованием регуляторной базы Республики Казахстан. Я считаю, что вот у нас, в принципе, одна регуляторная база, один язык. Это не будет мешать, как сказать, нам в общении. Это большее понимание, потому что это очень важная вещь. Я понимаю, что не все это понимают, но вот единый язык общения это очень важная вещь. Когда ты переводишь какие-то регуляторные документы или еще хуже, технические какие-то документы с одного языка на другой, а вот, допустим, допустим, китайский там или корейская, если будет выбрана станция, то с корейского перевести на английский, с английского уже на русский и так далее, то это может быть какие-то большие трудности. Ну, то у нас исторически очень хорошие связи с Российской Федерацией. И мне кажется, что тут вопрос еще есть, не только такой, как технический вопрос, но это вопросы экономики, экономические, политические вопросы, поэтому это уже выбор не мой, как технический специалист, я бы, конечно, подошла в Российскую Федерацию. Спасибо. Я своей страной добавлю, что если Казахстан будет принимать такое решение, то оно должно быть максимально меркантильным, прямо скажем. Если говорить о тех технологиях, которые может предложить Корея и Китай, у них нет собственной переработки обрученного язвенного топлива, соответственно, эту проблему каким-то образом придется решать Казахстану самостоятельно. перерабатывать топливо таких реакторов Росатом не сможет. Мы никогда такого не перерабатывали. Разрабатывать новую технологию специально под одну атомную электростанцию вряд ли целесообразно. В таком случае переработкой обрученного топлива вероятнее всего придется заниматься Францией. Во Франции два перерабатывающих завода, очередь на них выстрелилась уже, по-моему, на полвека, вписываться в общую очередь либо заниматься созданием геологического захоронения на территории Казахстана. В случае Росатома переработка обрученного ядерного топлива входит в стандартный комплект договора. Это первое. Я абсолютно с вами согласна. Это один из таких больных вопросов, о котором пока не сильно много людей думает. Если говорить о выводе электростанции из эксплуатации, это конечная стадия ее работы, да, 600 лет эксплуатации, да, предполагается, что можно будет продлить срок эксплуатации еще на 20 лет, тем не менее, все равно этот вопрос нужно решать. Как это выглядит в Китае? Правильный ответ никак. Китай совсем недавно пришел в атомную энергетику, у него таких проблем еще не возникало. Корея и Франция к этой проблеме только поступаются. У России есть опыт вывода из эксплуатации как уран-графитовых реакторов, так и работающие инженерные центры на Нововоронежской атомной электростанции для вывода водно-водяных реакторов. С этим тоже такой вопрос. Если говорить о стоимости и скорости строительства, ну, я, конечно, мне тоже нравится французский шарм, но не настолько же, не за такие же деньги. Если говорить о скорости и стоимости, то я бы посоветовал мое личное мнение, ни с кем не согласованно, присмотреться к опыту строительства пятого и шестого блоков в составе Тернивайской атомной электростанции, которую ввели совместно Росатом и специалисты энергетического машиностроения Китая. В отличие от множества других проектов, вместо 60 плановых месяцев для строительства получилось за 54. Почему? Потому что сработались, потому что уверенно есть разделение ядерного острова за Россией, все, что касается вывода мощности, то есть турбины и электротехническое оборудование китайское. Работали совместно, получили вот такой результат, при этом четко вписавшись в предварительную смету, не превысив контактную стоимость. Смотрите, наблюдайте, можно подходить так, как подходили специалисты из Беларуси, которые, прежде чем принять решение в пользу Росатома, внимательнейшим образом изучили, как идет строительство по французским технологиям, по американским технологиям, выбор был отнюдь не политическим, был обширный доклад, в трех томах решение было в пользу Росатома, вот по вышеперечисленным причинам. проблема проблема с облученным ядерным топливом, она неизбежно возникнет, технологию никто не отменил, возможность участия в реализации проекта местных компаний, местных специалистов, что немаловажно для развития, и стоимости, и сроки строительства, так что я бы советовал Казахстану без спешки, без каких-то политических пристрастий, внимательно изучить весь имеющийся опыт и сделать правильный выбор. Именно этим сейчас и занимаются наши специалисты. У нас есть такая организация Казахстанские атомно-электрические станции, которые как раз этим сейчас и занимаются. Сейчас у нас есть много. И так что будем надеяться, что, как сказать, разум возымеет свое преимущество. Ну, есть просто некоторые трудности в данный момент, о которых не хотелось бы говорить, но я надеюсь, что они временные и они будут скоро преодолены. Думайте без спешки, думайте при помощи калькулятора, если говорить о Росатоме, который спокойно строит и на территории Европейского Союза, и на территории блока НАТО, я имею ввиду, конечно, Турцию, какие могут быть опасения, ну, посоветуйтесь с турецкими специалистами, они расскажут. Да, вот у нас делегация наша казахстанская, включая строитель Министерства Энергетики, как раз посещала площадку АКУЮ, видела специалистов, там очень много специалистов казахстанских работают, кстати, мы с ними специально проводили беседы, очень понравилось, впечатлило. Но выбор, разумеется, за самим Казахстаном, какое решение будет на референдуме, когда это произойдет, как будет проходить тендер, последний этап, будем смотреть, будем наблюдать. Уважаемые зрители и слушатели, по-прежнему продолжается политика Ютуба в неизменном виде, по-прежнему велик риск того, что Ютуб для России перестанет функционировать. Одним из новых направлений проекта Геоэнергетика мы будем пробовать все имеющиеся у нас материалы в том или ином виде, отредактированном, возможно, размещать нас в портале Дзен. Яндекс.Дзен это все-таки пока еще наша отечественная платформа, там можно работать без цензуры, поэтому предлагаю заглядывать, вы знаете, что часть роликов, в которых содержится слово Украина, мы вынуждены цензурировать, вот там это будет в полном объеме, может быть, это покажется вам более интересным, более живым. Ссылки на наш Яндекс.Дзен есть в описании, подписывайтесь, комментируйте, высказывайте замечания, пожелания, всегда будем рады на них откликнуться. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok